доброго дня сегодня 17 грудня неделя через две годы не начинается марш с парка имени тараса шевченко на майдан сегодня 17 грудня и прошло два месяца с момента початку нашей акции били верховной рады друзей кто сейчас двигаться трансляцию будь ласка напишите что с звуком насколько хорошо что-то так вроде бы нормально да друзья давайте прежде всего подведем итоги акция под верховной радой революционный лагерь под верховной радой это первый за три прошедших с майдана года когда патриотам удалось установить свой лагерь свою сич прямо в правительственном квартале выдвинуть требования отбить все атаки машины олигархической манипуляции все атаки силовиков и пробить информационную блокаду и это смогли сделать за два месяца несколько сотен жителей палаточного городка десятки тысяч людей которые выходили на митинги и вы те люди которые смотрели трансляции делали репост рассказывали соседям разносили листовки до этого если вы помните все попытки выйти с протестом добровольцев за то что их товарищи садят по тюрьмам родичей войсково полоненных людей которые протестуют против коррупции из фавиля влады все заканчивались фиаско их обливали брудом палатки сносили и рассказывали не раскачивайте лодку а то путин нападет сегодня очередной марш за импичмент порошенко ну никому не секрет что у нас у руху вызвания которые организовали ветераны войны за независимость организовали волонтеры добровольцы майдановцы которые входят в том числе я и гор соболев несколько разные требования с рухом новых сил михаила саакашвили поэтому для нас это больше не марш за импичмент марш против беспредела против коррупции требования рух вызвания они достаточно просты беспредел который происходит в стране последние 20 с лишним лет должен прикатиться авторы этого беспредела госчиновники руководители господприятий олигархи которые им кируют депутаты министры должны сесть в тюрьму их имущество должно быть конфисковано по признакам незаконного сбогачивания или воровства и должны быть установлены единые правила и законы для всех для рабочего для фермера для чиновника для министра для солдата и тогда неважно будет чья задница попытается сесть на золотой унитаз потому что сам унитаз будет демонтирован и вместо него будет стул обычного державного службовца с высоким зарплатам но не царя под отчетного правила который в случае попытки установить диктатуру продать краину ворогу или начать воровать покрывать воровство будет лишен власти согласно процедуре импичмента будет если он на более мелкой посаде нормально привлечен к расследованию украинским прокуратурой СБУ МВС будет приговор и не будут потом эти люди учить украинцев как жить по телевизору как это делают розенблаты как это делают различные ахиндовские те высокопосадовцы которые сначала обвинили обвиняются в коррупции или предательстве а потом спокойно выходят так вот сегодня будет этот марш и прежде чем рассказать свое отношение к нему я еще раз хочу вернуться к тому что удалось сделать за эти два месяца мы все учли те угрозы которые мы помним по майдану поэтому были посещены все попытки провокаций как со стороны полиции так и против полиции сила применялась только в ответ на нападение беркута хлопцев срочников с нас гвардии и обычных полицейских которые не нарушали закон защищали в том числе от провокаций велась агитация им поясняли за что мы здесь стоим все попытки пронести сюда в обухивку гранаты оружие пресекались шло формирование организации подтягивались люди по областям организовывались отделы по агитации по пропаганде был кинут клич и многие не байдужики я не и жители других городов помогли финансово вот у нас стоит скрынька прямо по центру и после каждого вечер фактически лагерь мог жить еще неделю потому что люди приходили помогали каждый кто как мог бизнесмен чуть больше человек который живет на зарплату чуть меньше были открыты расчетные счета изданы два выпуска газеты и вместе мы все пробились с вами через потоки брехни марши против беспредела за импичмент становились все многолюднее пока власть полностью не перешла к репрессиям силового механизма у них незаконно разгонять полетов нет потому что полиция сбу прекрасно помнит что было после майдана она прекрасно знает кто сейчас отдает им приказы что за люди она прекрасно знает что эти люди должны большей частью сидеть тюрьме и поэтому для того чтобы организовать последние нападения завозили либо спецпризначенцев с мариуполя либо похищали людей с мешком на голове как это похитили второго комбата донбасса анатолий виногродского который сейчас под домашним арестом александра новикова позывной хаммер леонида литвиненко позывной бег добровольца аун как похищали народного героя украины в анонадирадзе и по-путински абсолютно незаконно в трюме парома без всякого определения обвинения вывозили в грузию вот видите хлопцы наши участвовал в этом гелетей тот самый который во время иловайска месяц муженко принимал нагороды и звания когда в лавайском коридоре расселили патриотов тот самый который командовал группами незаконно государственного управления охраны которые участвовали в похищении патриотов участвовал в этом непосредственно подчиняющийся порошенко сейчас а броськин тот самый который выпустывал голубана ведомого вам чека который командовал ротой батареона сепарского восток который потом пытался организовать разгон блокады торговли с оккупантами который помните дрался с поросюком которого потом героем слава после того когда всплыли видео где он вместе с вооруженными террористами батареона восток с оружием находится в донецке и командует подразделением и порошенко демонстративно наградил орденом и поставил заступником киевского центра подготовки спецназа мвд подчиняется напрямую порошенко демчина также заступник головы сбо и семочка бывший помощник луценко ныне голова киевского сбо все эти люди выполняют незаконные приказы все остальные от этого отстранились начиная от рядовых заканчивая первыми особами поэтому все что осталось у порошенко это машина брехни из проплаченных лидеров громадской думки так званых фейсбуке сеть ботов потерявший давно уже совесть депутаты и так званые эксперты по телевизору который стадами кочуют рассказывают чушь осталось небольшое количество спецназа и личной охраны которые готовы выполнить злочинные наказы ну и конечно путин потому что путин не только торговый партнер порошенко это и сейчас это выясняется в результате расследования которые проводятся в том числе сша это человек который по договоренности по соглашению с пророссийским олигархом фирташем обману всех нас которые ждали гетьмана спасителя страны в четырнадцатом году проголосовали за порошенко я думаю что все эти связи которые для большинства общества после иловайского дебальцевского котла после минской соглашение против после коррупции против после торговли с россией который только увеличит свое присутствие является абсолютно явными я думаю будет юридически доказаны так вот стоит ли идти сегодня на марш для того чтобы принять вам решение вы должны понимать для чего эти марши проводятся да я слышу массу упреков массу криков почему не штурмуете то почему вы там со своим воинством не заходите верховную раду почему то почему это друзья именно потому что мы так действовали 2004 и 2014 году чем это закончилось скажите колоссальным разочарованием когда команда ющенко в которой было порошенко и луценко имея колоссальную поддержку общества полностью все ресурсы провалило все это договорилась олигархами с тем же ахметова развалили армию передали страну януковичу ведь те кто кричит что армию не восстанавливать сейчас нуля тот же муженко сами командовали армии во время януковича сами командовали во время ющенко порошенко был руководителем рнбо луценко был министром мвд порошенко был министром экономики порошенко был одним из учредителей партии регионов и эти все люди провалили все это тогда мы ведь верили помните мы кричали все ющенко нет беспределу банду ведь а потом был майдан когда люди возмутились вы майдан очень быстро был захвачен группировкой трудного пашинского вакова там появился порошенко а потом помните три месяца когда в отличие от сегодняшнего дня половина олигархических сми высветлила ситуацию по майдану когда появилась небесная сотня и когда весь майдан свистел на презентации уряда яценюка и тем не менее они пришли к власти началась война майдан был фактически уничтожен и опять просто задница на золотом унитазе так вот мы от банды геть должны перейти к лозунгу сменить систему нам нужна настоящая революция которая и выражается смене правил чтобы власть была подконтрольно людям а для этого нужно не просто выгнать тех кто сейчас занимает первые кресла необходимо сделать так чтобы на их место путем выборов или путем опять силовых каких-то действий не пришли такие же только уже общество будет гораздо более слабая разуверившиеся да и просто прослойка патриотов которые частично погибли на фронте частично многие разочаровались уехали из страны будет меньше нам нужно подготовить организацию которая сможет не просто удержать страну от того что во время привлечения к закону предателей и воров действительно насчет наступление путин начнутся террористические акты еще что-то нам нужно удержать всем вместе эту ситуацию но и нам нужно выдвинуть тех лидеров тех людей которые смогут взять на себя ответственность за экономику за вопросы культуры за правоохранительную систему за борьбу с реальными они выдвинутыми агентами путина за то чтобы освободить бизнес за то чтобы помочь действительно армии нарастить мускулы освободиться от коррупции пойти в наступление этих людей нужно выдвинуть организации нужно создать если у нас этого не будет мы просто поможем олигархам которые стоят и наблюдают за всем этим и которые владеют 90 процентов тел которые находятся в этом здании верховной рады депутаты не хозяева сами себе 90 процентов бывшие водители бизнесмены находящиеся на крючке находящиеся в доле да и и моральные и волевые качества у большей части из них этот это пластилин в руках олигархов и многие олигархи сами члены парламента так вот они увидят что народ разочаровался разозлился и видят преступление порошенко просто подсунут ему народу следующего нам этого нельзя допустить те люди которые защищали страну 14 в 15 16 сейчас защищают на фронте те которые помогали им волонтеры в тылу люди которые действительно честно делают бизнес стране и платят налоги люди которые в разных областях не уехали не разочаровались не бросили все а сидят час скрипя зубами либо выходит на отцу протеста они должны выдвинуть из своей среды новых лидеров людей которые начнут выводить страну из той задницы куда загнали их ющенко порошенко и нукович кровчук кучма все те люди которые раз за разом добивали надежды на то что наша страна взлетит и мы далеко очень действительно сейчас оторвались от польши той же чехии и в рейтинге коррупции в рейтинге экономики поэтому все эти марши это мобилизационные проекты вы видели как после прошедшего марша все почти телеканалы половина показали это в прямой трансляции это было крупнейшая брешь в информационной блокаде а до этого рассказывали сказки по телевизору что тут специальными объективами снимаются площади фотоаппаратами это все проплаченные люди 200 300 500 человек то есть первое это донести до людей правдивую информацию второе это создать организацию и выдвинуть тех людей которые не просто выгонять банду они дадут сесть туда новой банде третье это удержать страну в ситуации когда начнут опять бежать с нашим национальным богатством за рубеж олигархи преступники первый раз когда они сбежали в четырнадцатом мы получили войну их больше выпускать нельзя никаких самосудов они должны предстать перед украинским правосудием а кто будет этим украинским правосудием вопрос о выявлении тех остатков честных юристов правоохранительных органов в судах это ведь тоже вопрос организации второе а как сделать так чтобы не обманули сейчас хлопцев на передовой ведь пытаются пытается рассказать о том что тут раскачивают лодку поливают грязью вызывает попытаются вызвать негативные чувства к их же побратимам которые уже отвоевали в четырнадцатом пятнадцатом и сейчас находятся здесь пробить информационную блокаду создать организацию выявить лидеров и сделать так чтобы переход власти от преступников и перемещение этих преступников тюрьмы прошло без потрясений для страны я знаю что многие говорят о начале двадцатого века когда якобы в результате борьбы всех против всех погибла у н.р. погибла независимая украина тогда а я хочу сказать что не воровал ни грушевский не его последователи столько я вообще не знаю а были ли эти факты тогда и почитайте не то что сейчас вам рассказывают придворные историки а почитайте воспоминания тех сотников тех десятников которые командовали с средней ланкой командовали украинским висков что они говорили что основная ошибка не борьба всех против всех а то что в самом начале повелись на дорогом на дорога мальдовщину так названную слушали предателей слушали тех людей которые даже по уровню своему они только по моральному облику не дотягивали до лидеров страны дело абсолютно было не в том что кто-то боролся тогда против коррупции и невозможно объединиться предателем мародером с теми кто хочет чтобы украина была как украина не малороссия те кто защищает страну это невозможно не бойтесь правильно сказал егор соболев на последнем вече те кто боится раскола страны развал ее не бойтесь страх самое страшное что может сейчас нас ожидать сам страх и об этом говорили и советские диссиденты украинцы которые сидели по лагерям все вместе мы сможем сделать так чтобы воры и мародеры были наказаны в легитимный способ чтобы их попытки свалить страну в кровавый сценарий провалились но ведь уже с вами не те что в 2004 не те что 2013 и 14 здесь сейчас в лагере железный порядок здесь хлопцы и девчата которые прошли войну прошли майдан которые избавились от иллюзий которые прекрасно знают что ни запад не тем более восток украине не поможет и опыт хорватии показывает это только расчет на свои силы а будем сильными будем растущей цивилизованной сильной державой мы будем желанными союзниками для всех тех кто желает с нами торговать желая с нами дружить но давайте забудем о том что кто-то решит за нас вспомните свое время когда мы отдавали свое ядерное оружие точно также рассказывали как нас будут защищать вспомните четырнадцатый тринадцатый год когда говорили нам западные дипломаты давайте сочно договаривайтесь с хинуковичем послушайте что они сейчас говорят вспомните мюнхенский сговор что рассказывает чехословакия нации государства и народы они выживают и становятся сильными только когда рассчитывать на свои силы и силу это уважают так вот нужно идти на сегодняшний марш для того чтобы посмотреть друг на друга посмотреть сколько нас много показать колеблющимся что развитие протестов идет правильно спокойно конструктивно пробить новые бреши вражеской пропаганде и самое главное чтобы в нашей организации стало еще больше людей которые готовы не просто выходить на протесты не просто помогать а готовы взять на себя ответственность становиться рядом брать направления сегодня будет презентован комитет национального паритонку который будет заниматься сбором аккумуляции тех решений которые нужно немедленно принять для спасения страны подбором и выявлением тех новых лидеров тех людей которые возьмут на себя ответственность за то чтобы страна шла все-таки по тому пути который хочет народ украины а не по тому пути который хочет путин или кучка олигархические семей нашей стране не слушайте все рассказы о том что продался саакашвили что он мирится с порошенко я слышал там греценка об этом писал я слышала что об этом о том что написал какое-то письмо порошенко пишут многие сми друзья а давайте просто уйдем от этих дискуссий было не было вы что выходите за саакашвили вы уходите за семенченко за соболева вы в 13 14 выходили за тягнебока за яценюка за кличко политики пусть говорят то что говорят а нам свое рыбы ты и история майдана показывает что все равно как бы кто не пытался договариваться правда это неправда какие дипломатические бы маневры не использовались если народ не хочет чего-то так не будет если народ хочет то будет так просто от выявления своего желания нужно перейти к тому чтобы люди которые действительно народ будет представлять были выявлены заняли те посады державном управлении которые они могут потянуть и раз и навсегда уничтожить этот золотой унитаз это проклятие нашей страны и сделать так чтобы когда мы смотрим кадры из австрии где президент или премьер идет там по обычной среди толпы без охраны когда мы смотрим кадры из великобритании мы такие же кадры смотрели и в киеве держслужбовцы это слуги народа люди которые своими делами должны вызывать уважение иметь хорошую зарплату гарантии но которые не должны быть господами народа 21 век общество мир развивается стремительными темпами а мы до сих пор застряли феодализме перестаньте читать всякие глупости перестаньте думать а нужно ли это нам не за саакашвили не за политиков не за семенчина не за соболева за себя за будущее своих детей давайте сегодня встретимся в 12 часов в парке имени тараса шевченко я возьму с собой своих детей я абсолютно уверен в безопасности нашей ходы посмотрим друг на друга усилим нашу организацию пробьем еще одни бреши в информационной блокаде быстро только кошки родятся быстро к сожалению только погибают люди если мы хотим построить то что будет стоять века давайте немножко наберемся терпения вспомним все наши ошибки за прошедшие 20 лет и больше их не повторим я верю в украину я счастлив что я живу именно в это время я счастлив что я могу что-то сделать для своей страны я абсолютно уверен что и небесная сотня и те хлопцы которые погибли на востоке защищая нашу страну это те самые люди которые не дадут хотя бы небольшой группе украинских патриотов которые сейчас может изменить все не дадут сделать что-то за что потом придется стыдиться есть вещи гораздо сильнее денег если еще гораздо сильнее власти есть вещи гораздо сильнее благополучия все это нас тот свет не возьмешь эти люди которые прошли войну это прекрасно понимают до встречи сегодня слава украине все будет добре так еще раз доброго дня рух вызывания а так уж утрешний корпус в трену донбасс то хлопцы из инших подразделев шикуются на биринометового местечку и готовятся идти на парк тараса шевченко принимая меры предосторожности для того чтобы по пути не было нападения никого не выкрали я хочу сказать киевлянам и прежде чем майдановцам те кто меня сейчас слышит можно разные вещи придумывать для того чтобы оправдывать свое бездействие кому-то не нравится саакашвили кому-то не нравится сыменченко кому-то вообще все не нравится но я думаю все вы видели ночные фотографии с майдана впервые за все это время люди с автоматами ночью в форме полиции вышли на майдан не тогда когда нужно было предотвращать террористические акты это не отцепление при аресте ахметова и медведчука это люди которые боятся что их задницу оторвут от золотого унитаза они боятся что их привлекут к ответственности за небесную сотню расследования убийства которые так и не проведено за котлы за сдачу наших национальных интересов за то что ни один сепар предатель украины или олигарх не сидит а сидят патриоты за все если вы считаете что автоматчики ночью на майдане это еще не дно но ожидайте пока придут к вам в гости хлопцы которые прошли 14 15 16 17 войну сейчас вот здесь в том числе они не со своими семьями они здесь потому что они помнят что было на майдане они помнят ради какой страны они выходили они выходили не за малороссию они выходили за украину поэтому не будет украине автоматчиков на майдане не будет вместо построения сильного европейского государства построения будки не будет безнаказанных разрушений и памяти о небесной сотне и памяти этих которые погиб поэтому все те кто хочет прекращение беспредела стране хочет порядка давайте подтягивайте сейчас 12 часов к парку шевченко потом идем все на майдан ну а те которые не считают себя свободными людьми либо играют бесконечную игру найти лидера желая найти его к 70 годам перед своей смертью это прямая трансляция для свободных людей остальные могут просто отключиться ну что 12 часов все там встречаемся слава украине